Но наш рекорд, рекорд это вообще Соединенные Штаты, 8-часовая разница, точно до минуты. Вывод. В самом деле, по мере вращения Земли, получается одна и та же картина. Ну что же это такое? И что это может быть? Процессы не зависят от какой природы, связаны с вращением Земли, а Земля это не только вокруг своей оси, она же еще и движется, ну мне лень рисовать, это не нужно, вот значит только у солнечной орбиты, ездит Земля, поворачивается, и мы стали смотреть более долгие, а хорошо работать много лет, хорошо вообще быть, так сказать, вот таким ослом, который делает и делает, делает и делает, и накапливается банк данных в нашем компьютере, колоссальный банк. Можем посмотреть годы, и знаете, это тоже не для слабых, но я уже теперь дубленный. Вы смотрите через год, в тот же день, в тот же час, и находитесь в такую же картинку. И это надо вынести. Ну как картинку не ту же самую, а вероятность, вот это важно. Когда начнут смотреть по штуке, нет. Для того, чтобы сделать эту работу, мне приходится сейчас, вот все еще, примерно 10 тысяч сочетаний в сутки смотреть. И это ноша, которую надо нести. Иначе сразу накапливается материал, и с него уже не обработать. Я понимаю, что скажут слушатели и зрители, а на что компьютеры, они хуже глаза. Они сейчас есть, сейчас вот и Максим чистый застег. Все равно приходится поверять глазом. И тогда оказывается, что повторяется картинка через год и через 6 лет. С искажениями некто, значит в самом деле, та окружающая обстановка, взаиморасположение Луны, вокруг здесь Солнца и прочих небесных тел определяет эту картинку. Что же это такое? Ну, я могу, поскольку это же не семинар подробный такой, сказать кратко. Значит, в каждый данный момент, заметьте, в данный момент, в данной пространственной точке, значит, в четырехмерном пространстве времени, с высокой вероятностью, соединяются влияния разных космических тел так, что получается такая одна из этих картинок. Мы различаем примерно 20 разных картинок. Я их потом покажу, если успею. Ну, что за картинки? Дело в том, что такие узкие линии, вот какие здесь вот, ну вот, например, может быть вот такая вот какая-нибудь вот картина, вот это вот то, что люди аппроксимируют вот так. Такие узкие линии не могут быть вероятностными. Я для физика просто, значит, в парасоне, плюс, минус, корень и зен, значит, не бывает там узких линий. Это значит, что есть эта картина интерференций. Только интерференция волновых процессов дает узкие картинки. Пусть меня не спрашивают теоретики, это их дело. Какие волны интерферируют? Я боюсь их. Потому что они начнут дискуссию по природе, волн между собой. А теоретики устроены так замечательно, что они и про, и контра равно теоретически обоснуют. Поэтому пусть себя они потом... Я не смею влезать в область, где я некомпетентен. Задачи нашей компании, нас очень мало, нас 5, ну 6, может быть, сказать, что это правда. И мы это сказали. Это правда. А дальше это означает, что? Вращение Земли вокруг своей оси, движение её по околосолнечной орбите. Это движение не гладкое, а движение по булыжной мостовой. Мы трясёмся в силу гравитационной неоднородности мира. И никому это в голову не приходило, потому что мы внутри же мира трясёмся. Мы же вместе с ним трясёмся. И это вот парадокс, как можно, находясь внутри мира, видеть... Ну, так вот, понятно дальше. Слова это... В механике, там, в даламберах и прочие великие люди, там, занимались внутри системы. Можно, если пользоваться разными по чувствительности приборами. Ну, вот, вот, радиоактивность, она тупая. Она как раз подается, так сказать, вот. Но, например, я время могу мерить с точки до 6-го знака, как говорится. А в химии у меня до 2-го знака. Поэтому вот эти вот гистограммы, я первый раз это слово произношу, можно высоко точно мерить другими. В них тоже есть все картинки. В кварце, которым мы измеряем время, всё есть только в 6-м знаке. А тут у 2-м. Поэтому прибором с более далёкой областью флюктуации я могу мерить явление с близкой. И в этом смысле биохимия самые большие разбросы. Я ещё с гордостью могу сказать. Обычно физики измывались над биологами, говоря, что такое биология. Это работа плохими приборами на плохих объектах. А химия? Ну, это работа на плохих объектах хорошими приборами. А физика? Это работа на хороших объектах хорошими приборами. Враньё всё. Биология имеет самый интересный объект. Там такие усилители внутри, что у нас всё это размыто колоссально. Химия чуть меньше усилителей, а квартус только в 6-м знаке. А квантовые генераторы, которые умеряют самые лучшие, в 10-м знаке. А ну, картинки одинаковые. Мы это все показали. Во всех диапазонах, как только в долях, не в абсолютном значении, а в долях разброса результатов. Посмотрят, картинки одинаковые. Вот я на самом деле почти все сказал. Это означает, что мы имеем дело с флюктуациями пространства-времени, связанной с гравитационной неоднородностью, воспроизводимой, пока мы не очень далеко уехали. Пока мы еще в той же, так сказать, точке в галактике. И есть замечательные движения. У нас сейчас одно другое, захватывающе интересное движение. Например, вот восходит Солнце. Резко меняет ситуация. Восход Солнца мы отмечаем по картинкам. Но Луна же восходит. И Луна свою имеет. У них разные партии. Луна побеждает Солнце. Это признак того, что гравитация, скорее всего, как сказать, здесь первенствует. Есть гистограммы соединенных действий Луны и Солнца. И на это накладывается еще звездное небо. Мне стоило 2000 год, весь, с утра до ночи, я разбил вот этот интервал 24 часа на секунды. Вот этот кусок. На десятки. Вот по десятку секунд гистограмма, как вот эта вот картинка за, ну, там, за 16 секунд. Год жизни. И оказалось, что это звездные сутки. То есть здесь вот не 24, а что про звездные сутки? Мы отстаем на 4 минуты 23.56 и сколько-то там. Мне это подсказали на одном из докладов. Вот Юрий Ильич Гальперин покойный уже, увы, сказал. Но сделать все-таки я решился. Это год не поднимая головы. 23.56 есть острый пик вот здесь на этом еще. Значит, еще нам важно звездное небо. Ну, все ясно. Итак, последовательные смены картинок. Ну, вот теперь я могу их показать. Я прямо над доской буду это делать. Как это делается. Показайте, что получается. Вот, посмотрите, если это будет видно, да. Вот картинка. Вот это вот просто ход записи радиоактивного распада. Это вот Таня Зенченко и Эдвин Пожарский, я имею в виду иллюстрации. Вот они. Это темп, это вот это сколько раз распало за секунду, а это номера секунд. Вот. А вот по ним, по этим кускам сделаны гистограммы. Вот, они очень плохие. Ничего не видно. Но вот эти, вот чудо начинается в этот момент. Как только вы эти распределения, потому что здесь мало точек, вот они вон какие изрезанные, сгладили, вот и нам произошло чудо. Вот они, картинки. Это 7 раз, кользящим сумернику, эти картинки сглажены. И вот таких картинок надо взять, ну, например, 100 на 100, между собой это будет 10 тысяч сравнений, 200 на 200 и так далее. Ну, кому хватит, так сказать, терпения, пусть считают. Вот, еще табличка продолжается. Вот эти картинки. И теперь мы смотрим и находим, что, например, 7, я плохо в этих очках вижу, похоже на 8, вот они совпали. Вот они цветным. Ну, там, 7 на 12. И мы подсчитываем. Это все делает компьютерная программа Редвина-Пожарская, это здесь иллюстрация. И посчитав 10 тысяч таких картинок, строим распределение. И видим, вот то, что я рассказывал. И видим вот что. Вот это тоже делали, наверное, Зенчинки, Татьяна Александровна, Константин Игоревич. Вот ближняя зона, которую я здесь рисовал, вот она, наиболее вероятно, торчит. Вероятность случайности получить такой результат, вот здесь вот, 10 минус 14. То есть нули жду нули случайности. Вот первые сутки, вторые сутки, третьи торчат. Высокая степень вероятности того, что это будет повторяться. Есть удивительный период, который так радует астрофизиков, 27 суток. 27-суточный период, там масса в Солнечной системе процессов. У нас почти все тонкости там есть. Но я должен так сказать уже о жизни науки. Сил-то у нас нет. У нас мало. Мы из последних сил это делаем и ждем, когда вслед за нами, и, к сожалению, вслед за нами звучит иногда излишне эпически, как долго вслед, и будем ли мы, а только вслед после, скорее всего, после.